Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Инспекция по дорогам Анапы. Как их восстанавливают после разрытия? Косметика для школы. В хуторе просторной обновляют двор и фасад учебного заведения. А сейчас обо всем подробнее. Все разрытия на улицах города, несмотря на обещания их хозяев, оставляют на асфальтовом покрытии рваные раны. Глава города не намерен мириться с таким положением вещей. Он потребовал от своих заместителей изменить подход к восстановлению дорожного полотна и показал недостатки этой работы на примерах. То, что микроавтобус во время объезда попал в пробку на улице Тургенева, лучшее подтверждение тому, как разрытия создают искусственные неудобства для людей. Это вот разрытия, Светлана Владимировна. Это гаишники, которые там мне обещают, что они будут вот на том перекрестке на Самбурово, вот здесь регулировать, на Ленина, чтобы разгребать проб. Ни одного нет. А разрытия есть. Латок, неумело скрывающих на дорожном полотне бывшие разрытия, в городе немало. Глава их демонстрирует не случайно. Уверен, что таким же образом заделают, несмотря на обещание, Красноармейскую. Впечатление как? Отвратительное. Так вот это же будет на Красноармейской. Сергей Сергеев требует сменить сам подход к восстановлению дорожного полотна после разрытий. Полосочки асфальта не решают проблему должным образом. Это что, улица? Посмотри сюда. Половина должна быть вырезана. Это как минимум половина. И состыковано совершенно правильно. Ну почему этого не делаем? Отправляясь посмотреть, изменилось ли что-то на Красноармейской, мэр обращает внимание на пешеходные переходы. Они должны быть покрашены. Круглый год, не только к сезону. Я еще раз подчеркиваю, мы тратим на это деньги. Это безопасность дорожного движения в конце-то концов. Уже на жизнях начинаем экономить. Посмотрите, пешеходный переход, это центр. На Красноармейской единственное утешение, что взялись наконец-то за решетки ливневок. Они в большинстве своем по городу забиты мусором. А где-то и просто заасфальтированы. Вот это вот, со всеми вот этими обрывами. Смотрите, как асфальт он. Там обломился, там обломился. Это что, будет вот так заасфальтировано? У себя дома, пусть он так, козырян, асфальтирован. Вместе с подрядчиком. Через несколько дней праздники. Хочется их встретить в красивом и уютном городе, чтобы не стыдно было ни перед ветеранами, ни перед гостями города. Косметический ремонт фасада здания школы в хуторе Просторном оказался не таким недосягаемым делом. При этом три года здание стояло обшарпанным. Совсем недавно глава города Сергей Сергеев побывал в хуторе Просторном. Больше всего его поразило состояние средней школы номер 23. Он потребовал привести учебное заведение в порядок. Последняя побелка фасада школы была три года назад. За это время известка осыпалась, почернела. Здание школы пришло в неприглядный вид. Сегодня начались работы по устранению недочетов. Штукатурили, белили фасад школы, красили ограждения. Капитальный ремонт кровли начальной школы и основного здания. Ремонт фасада основного здания цоколя, отмостки. Работы будут выполняться только после окончания учебного процесса, то есть в каникулярное время. А пока идут ремонтные работы, участвуют в процессе благоустройства и школьники. Они сажают саженцы красивых деревьев, каштан, линкаранскую акацию, вьющуюся иву. Одним словом, наконец-то во дворе будет уютно и зелено. Учителя вместе с детьми разбили пешеходные дорожки и цветочные клумбы. Удивительно, что все это стало возможным только после приезда главы. А до этого они словно не видели, в каком состоянии школа. Что в первую очередь необходимо сделать, благоустраивая микрорайон? Председатель ТОС номер 23 Лидия Тимофеевна Жулий показала на своих подшефных улицах. Этот обход по поручению главы города наметили через день после традиционной встречи ТОСовцев с первым заместителем главы Светланой Яровой. Предпраздничный день координатор ТОС Лидия Тимофеевна Жулий встречала на рабочем месте. В ее совете микрорайона, несмотря на чистоту и порядок, душно от сырости. По стенам заметно, что вода здесь недавно стояла по щиколотку. Постоянные подтопления не дают работать совету микрорайона в полную силу. С душой работаете и занимаетесь на микрорайоне, поэтому поручение главы, улучшение условий работы, труда нашим, нашим помощникам, нашим ТОСовцам мы выполним. Есть у нас определенные наметки, думаю, что мы буквально долго задержим по времени и будем новоселье отмечать. Вместе с директором Римстроя Алексеем Красняком прошли по самым запущенным территориям. Вот здесь, на углу улиц Шевченко и Пролетарской, меняли дорожный знак. Разрыли все вокруг, остались ямы до колдобины. Разбит тротуар, нет давно здесь и бордюров. Есть дворовые территории, где давно не кушена трава. У гостиницы Венеции нет благоустройства. Хозяин живет в Москве, зачем ему думать об Анапе? В переулке Тракторном заброшенные нежилые дома и сарай в укромных местах свалены кучу мусора. Алексей Геннадьевич берет все вопросы на карандаш. Римстрой не раз уже демонстрировал свою оперативность в решении вопросов благоустройства. А такой весенний обход намечен по всем территориям ТОСов. Подготовка к курортному сезону свежими красками в буквальном смысле слова заиграли городские улицы. Полоса черная, полоса белая. Не череда будней, а свежевыкрашенные бордюры. Радуют глаз автолюбителей. На Пионерском проспекте приводят в порядок газон. Ведут покос травы, ремонтируют ограждения. Наносят свежую краску. Покраска бордюра на Пионерском проспекте началась вчера, то есть 12 апреля 2015 года. Кроме Пионерского проспекта была покрашена улица Крымская, где-то 80%. Работы не прекращаются. В течение двух недель будет покрашен весь объем. Это порядка 20 километров бордюров по городу. Основной это будет центральная улица, улица Крымская, Шевченко, Астраханская, Самбурово. Вся въездная группа. Сотрудниками Римстроя проведены работы по замене металлических ограждений на набережной. Частично заменены секции, вышедшие из строя. Ограждения красят. Идет ремонт плиточного покрытия в районе верхней набережной. На улице Терской красят скамейки. Пришедшие в негодность заменят. Также идет замена плиточного покрытия. Срок выполнения работ до 1 мая 2015 года. Кроме того, нашим предприятиям ведутся работы по озеленению. В данный момент мы сажаем туи и ремонтируем клумбы возле пятой школы. 1 апреля начались работы по ремонту фонтана на улице набережной 6 Г в районе музея Горгипе. Он будет предназначен именно для детей. Обновленный фонтан представит собой большую чашу с оранжевыми лавочками вокруг. Украсят композицию хромированные шары. Вся конструкция будет для детей предельно безопасна. Работы завершат к 1 июня. Дню защиты детей. В Анапе продолжается торжественное вручение юбилейных медалей к 70-летию Великой Победы ветеранам. К делегации сегодня присоединилась наша съемочная группа. В семье Петровых, которые проживают в Анапе в 12-м микрорайоне, вручают сразу две юбилейные медали Победы. Николай Васильевич и Райса Петровна – оба труженики тыла. Давно минуло это тяжелое время, но живы воспоминания. Отдыхать было некогда. Николай Васильевич – помощник машиниста на Северокавказской железной дороге. Работа ответственная, уснуть или ошибиться было нельзя. Да, едешь в подъем, в сборную едешь. И трое суток как раз приезжаешь, и без два часа пройдешь. Приезжаешь, только отдохнуть бывает. А мы его послали в Тихорецк. Он резервный проект пошел, через шесть часов он приехал. И нас вызывают снова ехать. Раиса Петровна с другими подростками вязали. Носочки теплые. В колхозе мы работали. Лето – это даже разговора нет. А зимой мы, как молодежь, устраивали концерты. В общем, развлекали, как могли. Вдов и те, которые еще были с мужьями. Ну, в общем, не получали еще этих самых похоронных. Ласка на пиджаков супругов украшают медали ветеранов труда, ударников пятилеток, стахановцев. Раиса Петровна – обладатель ордена «Знак почета». Приятные разговоры за чаем о внуках и правнуках. Их у Петровых восемь. Пожелание к молодежи – только одно. Мир и мир и мир. Они не знают, что такое война. Но это очень страшно. И я пожелала им вообще, чтобы они никогда не испытали войны. И чтобы только одно слово знали, что она очень страшная. Светлое Христовое воскресенье отметили все православные россияне 12 апреля. В Анапе праздничные богослужения прошли в храмах города и сельских округов. Вместе с многочисленными прихожанами Свято-Ануфриевского храма в Божественной Литургии принял участие глава курорта. Сотни прихожан пришли поклониться иконам, почитать молитвы задолго до начала пасхальной службы. Как никогда в храме собралось много молодежи. Литургия продолжалась до трех часов ночи. Накануне службы и после нее верующие смогли осветить куличи и Пасхи. Это у меня было еще от бабушки, еще от мамы. В советское время, когда нельзя было говорить, что ты верующий, мама всегда пекла куличи. Всегда мы красили яички, ходили в церковь. Радуемся, что дети наши, и маленькие, и большие, тоже почитают, тоже ходят на праздники. Однако суть праздника Светлого Воскресения не сколько в соблюдении традиции, сколько в постоянной работе над собой. Природа сама ликовствует. Мы ощущаем это и сами по себе, с вчерашним, с позавчерашним, что не приблились праздники, воскресенья. И как весна начинает расцветать, брать силы, так и человек должен наполняться силами Божественной, Духом Святым. Не только с принятием даров, которые осветятся, но через молитву. И это все новости на сегодня. Наталья из Мозгова расскажет нам о погоде на завтра. Здравствуйте! Апрельская погода, как обычно, переменчива. Утро вторника будет ясным и солнечным, а к обеду небо затянется тучами. К вечеру весеннюю зелень освежит небольшой дождь. Ночь обещает быть ясной и теплой до 8 градусов тепла. Для полноты картины южный ветер до 9 метров в секунду. Но лето уже не за горами. Ждем с нетерпением. Генеральный партнер программы новости – офтальмологическая клиника ТРИЗЕ. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч. Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике ТРИЗЕ для всех пенсионеров Скидка на комплексную диагностику зрения – 50%. Подробности по телефону в Анапе – 30-31-0. Улица Крымская, 242. Офтальмологический центр ТРИЗЕ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова